Эй, друзья мои, всем привет! Рубрика «Ремонт в домах и квартирах подписчиков» продолжается, и сегодня мы будем делать ремонт в одной очень уютной квартире. Очень надеюсь, что заказчику она понравится. У меня на почте есть еще примерно 5 или 6 заказов, не переживайте, я за них тоже возьмусь в ближайшее время. Просто все выполняю по ходу очереди, ну и понятное дело, что пока что я не могу долго сидеть за компьютером, поэтому приходилось самую малость немного их перемещать. Итак, сегодня мы будем делать ремонт в квартире, как я сказала в самом начале. Я решила, как обычно, сделать ремонт и с использованием самой игры, и с использованием доп. материалов. И честно говоря, я не знаю, какой вариант мне понравился больше. Вроде бы и тот, и тот интересный, но, конечно, было достаточно сложно, потому что заказчик попросил меня сделать квартиру в светлых тонах в стиле арт-деко или фьюжн. И когда я начала смотреть фотографии этих стилей, то я поняла, что будет достаточно трудно, используя саму игру, потому что у нас, в принципе, похожие предметы вроде как и есть, но, знаете, не до конца мне все понравилось. Самая большая была трудность создания вот этого вот места. Здесь у нас должен был быть огромный стол. Это и рабочий стол, и стол для девушки, для жены, для макияжа. Я бы, честно говоря, их вообще, в принципе, бы разнесла, хотя, с другой стороны, может быть, так даже будет удобнее. Может быть, затем она захочет там тоже, например, ноутбук поставить, поэтому это может быть и место, где она может краситься, и может быть местечко, где можно поработать, например. Либо же, конечно, можно этот столик перенести прямо в спальню, потому что, когда я размещала предметы в спальне, то я поняла, что в спальне огромное количество места. Его нужно как-то заполнить. Я, конечно, использовала всякие шкафчики, диванчики, но, на мой взгляд, можно вот эту вот локацию затем перенести в спальню. Поэтому решать, конечно же, все заказчику. В плане пола я решила использовать все-таки темный оттенок. Я пролистала огромное количество фотографий на Пинтересте, и, конечно, большая часть квартир почему-то была с темным полом, хотя, на мой взгляд, светлый тоже смотрелся бы неплохо. Еще одна проблема, с которой я столкнулась, может быть, вы мне подскажете, вот эта вот стенка за диваном, она пустовала. Вот я, честно вам хочу сказать, я не знала, что там ставить. Я поставила вот эти вот два шкафчика, но понимаю, что, в принципе, можно просто там повесить картину, и будет смотреться круто. Но это же Sims 4, и Даше нужно обязательно что-то где-то поставить в Sims 4. Поэтому мой вам совет, либо можно тут какую-нибудь одну полку разместить, можно какие-нибудь такие, вот знаете, стеклянные полки, например, с подсветкой, хотя мне кажется, что лучше их не ставить, наверное, за диваном. Мало ли, вдруг кто-то, чтобы ничего там не разбил. Но тут надо экспериментировать. В плане спальни я, конечно, нашла огромное количество вариантов, и тут нам просто идеально подойдет винтажный гламур или гламурный винтаж. Винтажный гламур или гламурный винтаж, в общем, вы поняли, о каком наборе идет речь. И, кстати, мне очень понравилось использовать вот такой вот сизо-серо-голубой цвет. Честно говоря, не знаю, как он называется, но он, знаете, смотрится, с одной стороны, очень благородно, а с другой стороны, очень свежо. И, кстати, вот такие вот зеркала обязательно нужно добавить в спальне. Вот вы только что видели такое вот стильное зеркало из Пути к Славе, оно просто практически на всех фотографиях мелькало, поэтому мой совет использовать вот это зеркало. В плане картин зачастую видела какие-то либо абстрактные картины, либо видела, например, вот где-то видела стрекозу, или же видела какой-нибудь лист. Поэтому я-то там девушку добавила, но не обязательно, конечно, это должны быть портреты, может быть, какой-то вид моря, или еще чего-нибудь. И, конечно же, зачастую видела, что используются либо фотообои какие-то красивые, либо, может быть, какой-то просто узор, либо используются зеркала. Но зеркала, но, знаете, на некоторых фотографиях, лично на мой вкус, выглядело достаточно нагроможденно. Вроде бы, с одной стороны, зеркало должно как бы придавать пространству больше, объем, делать какую-то, знаете, комнату крупнее. Но, на мой взгляд, оно выглядело чуточку иначе. Противоположно такой выходил вариант. Значит, здесь у нас ванная комната номер один. Так как ванные комнаты, в принципе, похожи по размеру, то я их решила использовать, в принципе, практически одинаковую планировку. Я, правда, использовала план, где был уже нарисован размещение ванной и туалета, поэтому, в принципе, только их переместила по-разному. Но, как вы понимаете, лучше, наверное, использовать. Хотя, подождите, может быть, здесь лучше не ванную, кстати, вот на входе, а можно в этой ванной комнате, например, разместить душевую. Или же, наоборот, в ванной, которая находится возле спальни, разместить душевую кабину. Где-то душевая, а где-то ванная. Мне кажется, тоже было бы удобно. И, кстати, в спальню обязательно я добавила ширму. Понятное дело, что в Sims 4 они раскрыты, расставлены. А во многих вот таких вот фотографиях я видела, что ширмочки были, знаете, там либо собраны где-то, стоят очень красиво. В общем, выглядело круто. Это гардеробная. Ну, вот в плане гардеробной я вам хочу сказать, что, конечно, лучше использовать те гардеробные, которые мы часто с вами видим на фотографиях. Такие вот, знаете, очень красивые, прям полноценные комнаты. То есть, внизу идут полки, либо же выдвижные такие вот большие ящики, а наверху всякие отсеки. Вот, например, как здесь я разместила. Видите, одежду повесила. То есть, вот такие вот, конечно, желательно, чтобы они закрывались, эти полки, потому что одежда будет пылиться, либо еще какая-нибудь гадость заведется. Поэтому лучше, чтобы там были, может быть, либо стеклянные дверцы, либо можно деревянные дверцы на них, например, зеркало повесить. Ну, тут уже все от фантазии зависит и от возможностей. Но, как вы понимаете, действительно очень удобно, когда есть гардеробная комната. Это вот обязательный пункт, друзья мои. Если вы будете делать ремонт у себя в квартире, в доме, обязательно, обязательно постройте себе гардеробную. Или хоть какую-нибудь, знаете, ну, я не знаю, ну, не нишу, но лучше действительно гардеробную комнату. Это очень удобно. Это детская. И с детской я решила немножко поиграться, но я думаю, что вам очень понравится детская комната с использованием доп-контента. Вы этот доп-контент видели у меня в одной из построек. И он мне настолько понравился. Я, кстати, хочу от этого автора сделать обзоры на его наборы, потому что там есть настолько крутые наборчики, что вам наверняка понравится. Я думаю, что вы сейчас, скорее всего, Тетьку услышите. Он, наверное, тоже хотел сказать, что подождите, а где место для животного? Кстати, а животное есть? Вот интересно. С другой стороны, место для животного можно было бы как раз в гостиной разместить, какой-нибудь маленький лежачок. Здесь у нас много всяких игрушек, то есть мне заказчик, конечно, сказал, что детскую можно не обустраивать, но вот этот вот угловой диванчик, просто, ну, знаете, вот он просился здесь встать. И у нас тут получилось достаточно уютное местечко, где можно посидеть, отдохнуть. И вот эти палатки, друзья мои, классика! Классика во всех детских, это вот такие вот палатки. Там можно с одной стороны игрушки держать, а с другой стороны можно, конечно, просто играться, там придумывать какие-то игры, ну и просто отдыхать, конечно же. Прихожая. Вот в плане прихожей, я думаю, что можно было вот это вот не ставить, вот эту вот полку. Я бы поставила, например, может быть, пуфик и, например, несколько вешалок. Все. Ну и зеркало. Больше ничего не надо. Какой-то вот такой вот прям сложно сочиненную конструкцию, мне кажется, ну, немножечко не то. Конечно же, картинка, какие-нибудь цветочки. Кстати, автор сделал акцент на том, что хочет увидеть огромное количество декора, поэтому спасибо тебе большое! Наконец-то! Наконец-то можно было добавить огромное количество картин, всяких пуфиков и прочего. Итак, первая экскурсия. Что-то я слишком много говорю, но вы же понимаете, у нас, друзья, мой ролик достаточно быстрый, поэтому приходится много тараторить, прошу прощения. Значит, это у нас вот такая вот прихожая. Вот тут представьте, что тут просто набитые какие-нибудь крючочки были. Здесь гардеробная. Конечно, я сделала разные варианты, но мне кажется, вот этот вот вариант, где мы видим с вами одежду, это тот вариант, который нам нужен. Вот это уже, знаете, эксперимент, хотя вот эти вот полки, кубики, они, в принципе, для обуви неплохо подходят. И, кстати, прачечная тоже должна была быть в гардеробной, поэтому я здесь разместила стиральную машинку. Движемся дальше. Тетька явно намекает, пожалуйста, добавьте что-то для собаки. Здесь у нас местечко для ребенка. Огромное количество игрушек, есть столик, есть уютный мягкий уголочек, есть вот такой вот, как я вам говорила, палаточка, вот это вот местечко для игр, книжные полки, может быть, чтобы книжки по вечерам читать. Ну и понятное дело, что очень красивая кроватка. Я все время про эти кроватки забываю, и потом, знаете, вспоминаешь такой, блин, точно, у нас же есть такие классные кроватки. Это ванная комната номер один. И тут, как я уже сказала, можно либо ванную оставить, либо можно, например, душевую кабину разместить, то есть можно сделать микс. Это, конечно же, у нас кухня. Кухня у нас получилась достаточно простенькой, то есть я ее делала, опять-таки, по схеме. Большое спасибо за нарисованные клеточки, это было действительно очень нужным моментом. Вот это полка, ну не знаю, ребят, ну вот не знаю, либо просто здесь большую картину, и все. И оно в жизни будет смотреться круто. С этой стороны я тоже добавила полочки, большой телевизор, приставки, музыкальный центр. Это рабочее место. Ну а здесь местечко для парышней, чтобы она могла себя приводить в порядок. Последняя комната, которая у нас идет, это, конечно же, спальня. И знаете, спальня, в принципе, смотрится неплохо. Я решила использовать светильник, вот этот вот полупрозрачный стеклянный. Можно поискать, ну, конечно же, не этот, а что-нибудь похожее. Мне кажется, что-то такое вот легкое, воздушное. Можно было бы, мне кажется, повесить. Здесь у нас ванная комната. Ну и тут, как я уже сказала, можно делать микс. Тут, например, можно душевую кабину, там ванную. И наоборот. Значит, это у нас первый вариант. А второй вариант вы сейчас тоже увидите. Я вот не смогла все-таки остановиться на каком-то одном. Поэтому, друзья мои, буду вам очень благодарна, если вы мне подскажете, где какой вариант вам понравился больше. И, между прочим, мне здесь очень понравился вот этот вот цвет шкафчика. Вот такой вот серо-синий, сизый какой-то непонятный. Но затем я зачем-то его поменяла. Не знаю, зачем я решила все-таки использовать светлое дерево. Потому что, опять-таки, на большинстве фотографий светлое. А я что-то как-то вдруг решила использовать темное. Но хочу сказать, что мне темное лично нравится. Поэтому тут надо экспериментировать. Может быть, вживую, кстати, я поменяла вот эти вот стенки, потому что это был какой-то мрак. И здесь я, конечно же, тоже повесила вот такие вот шторки. Но с этой стороны, вот видите, я поменяла цвет полок, поменяла цвет шкафчиков. Не знаю, какой лучше, ребят. Но вот тот серый или все-таки светлый. Здесь, конечно же, уже попроще со шторами. Понятное дело, потому что у меня есть огромное количество всяких штор. Хотела бы такой вот большой компьютер добавить. Но затем решила его все-таки переставить. Конечно, в плане доп-материалов есть огромное количество всяких интересностей. То, что можно, конечно же, добавить. То есть, вот такой вот стол. Он на три клеточки. Здесь, кстати, я тоже добавила какую-то водичку, какие-то украшения. Ну, то есть, знаете, чтобы оно выглядело более-менее жилым. Всякие необходимые вещи. А тут у нас столик для девушки. Долго думала, какой использовать. Думала сначала взять какой-нибудь огромный, но у меня прям таких здоровых столиков нет. Поэтому я решила переместить компьютер туда, а здесь добавить такой же столик. И в чем его, в принципе, плюс? Как вы видите, здесь есть у нас вот такие вот полочки выдвижные. И я думаю, что тебе девушка скажет за ней большое спасибо, потому что будет куда складывать косметику. Косметики из допов у меня огромное количество, поэтому я решила разместить все, что у меня есть. Кстати, тебе добавила колонки. Колонки тоже должны быть. В общем, все, что было, я решила разместить. Вот прям все-все-все. И, конечно, сделала потом перестановку, потому что хотелось, чтобы как-то оно было посимпатичнее организовано. Здесь у нас телевизор. Это у нас получается гостиная. И я постаралась их как-то немножко так вот перенести, разнести. И, в принципе, мне кажется, что смотрится неплохо. Вот эти картины, это просто что-то с чем-то. Вот в плане картин я бы советовала что-то такое вот абстрактное. Мне очень понравился вот этот вот вид, знаете, как будто бы море в тумане, такой вот рассвет. Ну, смотрелось круто. Если в том варианте я использовала диванчик буквой Г, то здесь я решила использовать все-таки диван вот такой вот классический. И я его, как видите, подвинула дальше к стенке. Опять-таки, если есть возможность так разместить диван, было бы очень круто. Потому что мне кажется, что вот, допустим, вот эти два кресла, они, ну, грубо говоря, дают какое-то зонирование. И, конечно, будет удобно. То есть, видите, большая просторная комната получается. Но опять тут вопрос к зрению. Если тебе зрение позволяет поставить, пожалуйста. Потому что я так понимаю, что если зрение не очень, то будет напряжно смотреть телевизор. Говорю тебе из личного опыта. Как человек, который пока себе не исправил зрение, мне было крайне трудно смотреть телевизор. Это был какой-то ужас. Я всегда сидела максимально близко к телевизору. И только тогда могла смотреть что-то, ну, более-менее нормальное. В противном случае Даша сидит, что-то видит, что-то не видит. И это был какой-то ужас. Так что смотри, может быть, понравится такой вариант. Я также решила добавить тюль такой, знаете, очень легкий. То есть у нас, я взяла такие вот сизо-серо-зеленые, вот, ой, зеленые, голубые шторы. И добавила тюль. Ну, в Sims 4 оно смотрится так себе. Но в реальной жизни смотрелось бы круто. Ну, в плане фотообоев у меня есть только цветочки. Простите, пожалуйста, из допов. Поэтому взяла цветочки. Но знаешь, мне кажется, что какие-нибудь абстрактные линии, какие-нибудь абстрактные цвета, в принципе, смотрелись бы неплохо. То есть, может быть, какие-то такие вот легкие, ну, не знаю, полоски. Может быть, какие-то ленты там. Что-то такое. Вот эту лампу я увидела на фотографиях, которые ты присылал. И я решила, что эту лампу надо обязательно добавить. У меня, оказывается, такая лампа была. Телевизор. В спальне, мне кажется, обязательно должен быть телевизор. И возле этого телевизора обязательно нужно поставить вот такую вот маленькую полочку. Там можно, например, свечи разместить, еще что-нибудь. Романтика. Лямур-тужур и прочее. Здесь, конечно же, какие-то растения. Но, опять-таки, в плане огромного количества растений ничего не могу сказать. Потому что огромное количество растений, это, конечно, сложный уход. Поэтому вам решать. Я от растения добавила. А тут уже сами отталкивайтесь от своих возможностей. С другой стороны, можно купить какие-нибудь качественные искусственные растения. Сейчас создают обалденные. И композиции. И что-то, например, в тех же вазах. Поэтому посмотрите, может быть, что-то понравится. Коврик. Я решила использовать тоже такой вот немножко пушистенький коврик. Здесь я разместила вот так вот диванчик. И решила рядышком поставить столик. Мне кажется, что небольшой столик тоже будет неплохо смотреться. К сожалению, не скачала столики. У меня были на столике как из игры. Ну, из нашей классической игры 74. Но меньшего размера. Вы знаете, что у нас, допустим, есть огромный стол с рыбками. Или там огромный квадратный стол. А я видела в допах. Человечек их уменьшил. То есть делал на, по-моему, две клетки или на одну. Ну и, как вы понимаете, это, конечно, гораздо удобнее. Ванная комната. У нас вечно пропадающие ванны. Поэтому вы их сейчас здесь не видите. Мне пришлось перезапуститься. И тогда их стало видно. Опять-таки, тут тоже можно экспериментировать. Тут уже личное дело каждого. Вот, друзья мои. Теперь посмотрите на эту детскую. Я от этой детской просто в огромном восторге. Мне очень понравилась тематика джунглей. Вот просто это было что-то с чем-то. Когда я увидела этот наборчик, я поняла, что я просто от него в восторге. Поэтому я подписалась на этого автора. И если хотите, я для вас запишу ролик по самым топовым наборам. Какие есть мебельные интересные наборчики. Может быть, вам что-то из этого понравится. И вы захотите использовать у себя в игре. Я решила также поставить большую полку. На этой полке можно разместить какие-то игрушки, подарки, книжки. Можно что-то прятать внутри. А вот здесь я сделала вот такой вот угловой диванчик разместила. И мне кажется, что он тоже смотрится неплохо. Помимо вот этой всей мебели, там также были вот такие вот симпатичные картинки. С животными. С какими-то растениями. То есть, такой вот, знаешь, джангл стайл. Мне кажется, что для ребенка это то, что нужно. Не знаю, как вы, я в детстве очень любила смотреть всякие дискавери, что у нас еще было, Animal Planet и прочее. Мне настолько нравилось, я могла с утра до вечера смотреть передачи про животных. У меня даже были кассеты, друзья мои. Кассеты, помню, были про змей. По-моему, про львов. И, по-моему, были то ли про волков, то ли еще про кого-то. Не помню, честно вам скажу. Но было несколько кассет. И я засматривала их, потому что они мне настолько нравились. Было так интересно изучать животных. Поэтому я думаю, что тематика джунглей для ребенка. Можно джунглей, можно лес, можно море. Ну, будет, мне кажется, кстати. У нас остался только гардероб, но в плане допов это вообще беда-беденька. Поэтому я уже использовала то, что у меня было. Вот эти вот шкафчики. Их, конечно, не обязательно брать. То есть, тут уже скорее ваша импровизация идет полнейшая. Но, с другой стороны, в плане гардероба я бы советовала использовать все-таки базовую игру. Вот, вот то, что я говорила. Здесь должен быть вот такой вот маленький шкафчик с пуфиком и вешалки. Это гардеробная. Опять-таки, можно, кстати, и такие шкафы использовать. То есть, что-то открытое. Что-то, например, вот такое. Видите, вверх открываешь, там что-то складываешь. А снизу у нас идут вешалки. Далее у нас идет детская, в которую я просто влюбилась, ребят. Это детская, это просто, ну, любовь. Ну, согласитесь, очень круто смотрится. Такой вот серо-зеленый с белым, ну, просто и вот бежевым. Ну, очень круто. И этот крокодильчик тоже очень классный. Движемся дальше. Кстати, обратите внимание, что цвет стен я в итоге немножко поменял. То есть, по сравнению с предыдущим вариантом, по-моему, я их поменяла. А может быть и нет. Или я уже путаюсь. Здесь у нас кухня, столовая, гостиная. Здесь, как видите, кухоненькая. У нас тут есть даже вот такой вот симпатичный котик. Да, это же котик в чашке. Ну, а тут, конечно же, гостиная. Мне кажется, что гостиная здесь выглядит лучше. Мне она нравится гораздо больше без вот этой стенки. Тут у нас рабочий, ну, рабочий кабинет. И место, где можно накраситься, привести себя в порядок. Всякие картинки, украшения. Вот это вот стреле... Нет, это не стрелеция. Это, как же назвать? Знаешь, что тещин язык? Я думаю, что вы мне напишите в комментариях, как называется это растение. Оно мне тоже очень нравится. И, кстати, очень классное качество. Здесь у нас обычная ванная комната. А вот тут сансеверия, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, вспомнила. Это спальня. То есть, тут вы тоже видите. У нас все достаточно светлое, лаконичное. Есть светильники, есть небольшой комод. Опять-таки, комод может быть небольшим, потому что есть гардеробная. Здесь тоже такой вот диванчик стоит. Большой телевизор. Есть зеркало. Ну и, понятное дело, еще одна ванная комната. Ну что, ребят, вот такой у меня получился ремонт. Я надеюсь, он вам понравился. Я надеюсь, что он понравился заказчику. Если что, присылайте какие-то свои пожелания мне на почту. Я буду с вами прощаться. Хорошего вам всем настроения. Добра, позитива. Радуйтесь, не болейте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok